Из программы капремонта исключили аварийные дома, а утечки воды, света и газа по общедомовому счетчику теперь станут главной болью управляющих компаний. Эти и другие поправки в законы Саратовской области приняли депутаты на очередном заседании областной думы. Какие изменения ждут жителей, узнала Юлия Шишкина. Плата за коммуналку, проезд на общественном транспорте, жилье. Сразу несколько новых законопроектов касаются этих социальных сфер. Федеральные льготники теперь будут получать не денежную выплату на оплату ЖКУ, а компенсацию. И лишь после того, как предъявят оплаченную квитанцию. Таким образом, депутаты надеются сократить количество должников за ЖКУ и направить бюджетные деньги по назначению. Большое новшество для тех, кто пользуется льготами на проезд в общественном транспорте, пенсионеров, инвалидов. С нового года в Саратовской области будет действовать единый проездной билет. Если раньше за 150 рублей льготополучатели вынуждены были покупать на каждый вид транспорта отдельный проездной билет, то теперь по соответствии с принятым законом это единый социальный проездной билет на все три вида транспорта. Это электротранспорт, это автобусные сообщения и пригородные автобусные сообщения. Единый проездной обойдется льготнику в 150 рублей в месяц. Документ рассчитан на 50 поездок. Контролер будет просто отрывать талон на одну поездку в качестве билета. Ожидается праздник на улице саратовских дольщиков, которые годами не могут дождаться своих квартир из-за недобросовестных застройщиков. Саратовские парламентарии взяли на заметку опыт других областей – Самарской, Волгоградской, Кировской, Пензенской, Оренбуржской. Может теперь привлекаться инвестор, который будет за достройку данного дома получать бесплатный земельный участок и, соответственно, компенсировать достройку проблемных домов. Таких у нас 24. Мы надеемся, что эта мера позволит значительно сократить список проблемных домов на территории области. Депутаты надеются, что для новых строителей стимулом станет удешевление квадратного метра. Ведь им без конкурса бесплатно предложат стройплощадку с частично проложенными коммуникациями. На этом заседании снова претерпел изменения областной бюджет. 297 миллионов рублей из федеральной казны поступили на развитие малого и среднего предпринимательства. 336 миллионов добавят агрария. На погашение процентных ставок по кредитам, компенсацию приобретенной техники, поддержку растеньеводства и животноводства. Дополнительные финансовые ручейки областной бюджет надеется получить от эвакуаторщиков транспорта. Теперь они будут заключать долгосрочные договоры и за арендованные под штрафстоянки площади отчислять налоги. Депутаты ждут отдачи и от вложений. Изискали мы средства для того, чтобы приобрести необходимые оборудования для фото-видео фиксации нарушителей дорожного движения. Мы знаем, что эти деньги довольно-таки быстро окупаются. Не забыли и про саратовский спорт. 50 миллионов рублей выделят командным видом. Но кто именно и сколько получит, будет решать профильное министерство через конкурсы и гранты.